А где, кстати, Лукашенко хранит свои деньги? Вот я попытаюсь это завтра спросить у одного из высокопоставленных представителей Соединенных Штатов Америки, который ранее возглавлял в ранге посла, который ранее возглавлял, в том числе и в Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, службу, занимавшуюся борьбой с коррупцией. Я вот как раз запросил только что у своей команды закон, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки в конце 2020 года, еще бытность Трампа, он был подписан, Belarus Democracy Act. И в этом акте содержится обязательство, которое прописал законодатель, что государственные департаменты и Центральное разведывательное управление США будут искать деньги Лукашенко. Вот я попробую завтра этот вопрос уточнить. А реально, ну по мнению исследователей, я скажу, исходя из своей информации, я общался с многими олигархами и опять же с послами в этих странах, его деньги в Объединенных Арабских Эмиратах и в Катаре. Это я знаю, всегда особо Лукашенко относился трепетно к назначению посла в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2020 году, когда я звонил многим белорусским олигархам, они все были в Дубае. Соответственно, они все перепрятывали деньги свои, а также деньги семьи. Интересно, кстати, что вот накануне нашей с вами беседы я где-то прочитал, что Виктор, я так понимаю, что это сын Лукашенко, очень часто любит отдыхать в Эмиратах. То есть часто его даже сейчас не улетел. Да, вы абсолютно правы. Это перманентно куда они ездят, к шейхам. И Лукашенко там бывал и бывает чаще. Вот сейчас, с учетом угрозы ордера на арест, и с учетом того, кстати, что Польша подписала с Объединенными Арабскими Эмиратами договор, который вступил в силу в июне этого месяца, о выдаче подозреваемых в совершении преступлений, я думаю, что желающих выехать в Эмираты будет меньше. Потому что уже есть прецедент, когда Польша был выдан один из преступников Объединенными Арабскими Эмиратами. Если в рамках универсальной юрисдикции, например, в Польше начнется преследование кого-то из представителей режима Лукашенко, значит, они могут быть задержаны в Эмиратах и выданы в Польской прокуратуре для проведения следственных действий. Но, опять же, ордер на арест, я не помню, Эмират, может быть, не участники Римского статута, но вместе с тем, а вдруг техническая посадка самолета по маршруту следования в какой-то неожиданной стране, и что тогда делать? И вот проблема, не выходить с самолета, а если его немножко поддержат на, как говорится, на взлетной полосе. Так что здесь у него возникают риски, ордер принципиально важен. Это не Путин, это не, условно, президент ядерного государства. А как вы считаете, в качестве запасного аэродрома Лукашенко какие страны рассматривают? Россию, Китай, Эмираты, Катар тот же, Турцию, я не знаю, что это может быть? Ну, еще раз говорю, зная характер человека, для него запасной аэродром Беларусь, то есть он готов будет сидеть до последнего дня. И мы должны это понимать и выстраивать, исходя из этого, свою стратегию изменения ситуации в Беларуси и ликвидации этого режима. Второе, куда он мог бы направиться, это, конечно, Российская Федерация, куда многие беглые, как мы знаем, даже в истории Украины, убегают и там находятся. Конечно, как вариант может быть Китай, и Николай Лукашенко, это младший сын, он как раз-таки там учится, и это, опять же, показывает, куда бы Лукашенко мог бы направиться. Ну, не знаю, нужен ли он Эмиратам, мне кажется, вряд ли. Вряд ли Эмираты были бы готовы содержать беглого президента у себя. У меня к вам последний вопрос, он касается паспортов, альтернативы этих паспортов. Бывшего беглого президента. По поводу паспортов, потому что, как стало известно, белорусская оппозиция разрабатывает проект альтернативного паспорта, который будет выдавать офис Тихановской. Кто-то сомневается, кто-то все же надеется, что все получится. Почему так произошло? Потому что мы знаем, что своим указом, по сути, Лукашенко сделал все возможное, чтобы люди не приехали на родину, то бишь в Беларусь, в Республику Беларусь. И там произвели какие-то соответствующие действия. Есть ли в этом перспектива, скажите, пожалуйста? Ну, офис Тихановской не может выдавать паспорта. Есть исполнительный орган демократических сил, это объединенный переходный кабинет. Офис это, как, условно говоря, администрация. То же самое, как и системе органов госуправления и у вас, и во многих странах мира. Паспорт – это, конечно, беспрецедентная ситуация, когда мы фактически разработали с точки зрения всех стандартов Европейского Союза, технических стандартов безопасности этот документ, он уже готов на 100%. Вопрос признания. Это самый сложный вопрос, и он требует большого объема работы и многих консультаций. И я думаю, что и вот будут консультации и завтра, например, с Министерством отдела Эстонии. Вчера были такие консультации с МИДом в Германии. И за вчера с МИДом в Голландии я, например, обсуждал этот вопрос. Это сложный вопрос. Но сейчас мы рассматриваем как оперативные и стратегические задачи. Оперативная, прежде всего, многие страны принимают решение, уже начинают принимать решение о признании действующих паспортов Беларуси, которые закончили срок действия на территории их стран. Это как первый шаг. Второе – возможность получения travel document, документов для путешествий для белорусских граждан. Облегчение возможности получения убежища, политического убежища на территории их стран, получения временного жительства, постоянного жительства – это оперативное решение. Мы рекомендуем всем гражданам Беларуси идти этой дорогой. Не откладывать это далеко, если вы видите, что заканчиваются документы, надо сделать. Что касательно паспорта, это уже стратегическая и более долгосрочная перспектива. Над ней еще придется попахать и поработать очень серьезно. Спасибо вам огромное за этот эфир. Это было, правда, очень интересно. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!